Всероссийская сельскохозперепись охватила более 70% аграрных объектов в Якутии. Например, в Хангаласском районе, судя по заполненным анкетам, только в прошлом году свыше 3000 сельхозпредприятий воспользовались господдержкой. Это крупные компании, агрофирмы, семейные фермы, личные подсобные хозяйства. Почем будет нынче овес и какие надежды связывают сельские труженики с итогами переписи, выясняла Юлия Михайлова. В Хангаласском районе больше всего лично подсобных хозяйств. Для многих свой огород стал хорошим подспорьем для семейного бюджета, как и для 86-летней пенсионерки Екатерины Павловой в селе Октемцы. Полвека назад на 25 сотках было чистое поле. Это тыква. Всю диму я запашу каша тыквенная, супыря, овощная тыквенная, кабачковая, патиционная. Для семьи очень хорошая подмога. Я думаю, я вообще думаю, детей кормлю овощами. На Саилыке летней дачи агрофирмы Нью-Мюгю ранним утром спят только дети. Взрослые давно на ногах. Профиль агрофирмы – племенное животноводство. Австрийские коровы неплохо прижились в суровом климате и при хорошем раскладе дают в сутки до двух тонн молока. Все отправляют в Якутск. Но из-за капризов погоды два последних года туго с кормами. В прошлом году засуха была большая. Поэтому у нас заготовок силоса, и это очень маленькие было. А сейчас вот вроде дождь есть, но времени для ценокошения не дает. 1 августа уже на носу. И у нас только 16 трлонов по хозяйству. Три миллиона рублей на расширение своего хозяйства получили в прошлом году фермеры Гаврильевы. На эти средства купили трактор, охладитель молока. Еще сажают овес и картофель. Если с посадками нынче все в порядке, то заготовка сена, как во многих районах, все зависит от погоды. Но и не только. В Нью-Мюгюнском наследии аграриям не хватает сенокосных угодий. Все хозяйства района получают субсидии на молоко и маточное поголовье. Фермерские и лично подсобные хозяйства участвуют в конкурсах на получение грантов от Республики и Федерального центра. Какие новые формы поддержки и какие отрасли ее получат, станет известно совсем скоро. Первые итоги переписи опубликуют уже в октябре этого года. Юлия Михайлова, Федор Тарасов, НВК Саха, Нью-Мюгюнцы, Актемцы, Хангаласский Улус.